ребята всем здорова всем привет начинаем сегодня наш выпуск идет с того что я уже нахожусь в Свердловской области это знаменитая пельменная возле которой я остановился и ман сегодня груженый нормально причем так загружен сегодня 8 тонн 8 тонн это у нас металл посмотрим как он там снимать было ну нечего так как реально приехал под погрузку подверг все расшкорился быстро закинули сколько там получилось 7 позицию на все и я поехал как бы везу я все это дело город Свердловской области называется сухой лог завтра выгрузка поэтому сегодня вот я еду ну и пойдемте посмотрим что у нас да как у нас там получилось собственно вся вот это вот загрузка вот видите металл а вот он вот так вот такие лепехи металла очень тяжелые вот поэтому снимать особо было нечего ребята так что идем дальше по по самой машине видите подвеска сидит у нас нормально это как обычно с 8 тонн вчера кабину немного помыл освежил вот поэтому более-менее чистое идем дальше бампером я не занимался и аккумуляторы но по аккумуляторам сейчас я вам все расскажу покажу в общем идем в салон дальше ребята по тому как я работал работал я на прошлой неделе вот это у нас был тот же челябинск екатеринбург челябинск на этой неделе я опять еду в че в екатеринбург этот сухой лог завтра выгрузка с утра платят мне сразу скажу не буду никого тянуть никому тянуть платят мне 9000 за эту за выгрузку ну принципе то я бы не сказал что прям копеечки до 32 рубля за километр как-никак получается это даже и на круг если ну на круг маловато а вот в одну сторону очень даже нормально поэтому я думаю что более-менее это нормальная ставка дальше по аккумулятором ребята я в прошлом видео говорил в перми еще когда я плохо завелся вот екатеринбурге когда до проблема была с аккумуляторами в общем я отдал их на целые выходные у нас есть такой го в городе короче сервисный центр там этих аккумуляторов и я их отдал за выходные заряжали сразу два я бы не зарядил бы сразу два у меня зарядник один поэтому решил отдать чтоб люди опытные посмотрели в общем выявилось что один аккумулятор который я еще год назад покупал он живой он все зарядился у него плотность хорошая а второй аккумулятор это у меня я покупал когда машину купил там туда-сюда старенький аккумулятор он получился что он уже мертвый у него одна банка шва на замыкание вот соответственно аккумуляторы не заряжались дальше что делать работать то надо вот и пришлось покупать новый аккумулятор получается стоит он название кол колбин а колбат колбит или колбат что-то такое короче 190 1200 ампер час это у него пусковая мощность и стоит он 9900 короче почти десять рублей ребят не помню точно сколько он стоил почти десять рублей но с учетом того что я отдаю им старый плюс у меня есть там какая маломальская скидка там туда-сюда выходит он мне где-то ну 7 7 500 7 600 наверное где-то так даже дали мне тут за то что я у них купил аккумулятор дали мне свою они фирменную вонючку цифей вот какой-то тут типа аккумулятор пахнет кстати она нормально ребят поэтому вот я вам поближе и покажу вот жалко запах я вам не покажу но это вот город это сеть мага этих цифей это не реклама ребят вообще никакая никто мне за ничего не платил поэтому я аккумулятор обслуживаю там не знаю как то так повелось но и в общем то и все поэтому ребята пошел я ужинать в пельменной наконец-таки я до нее доехал сниму вам немножко ночной трассы как я буду ехать это самое главное завтра утром 8 утра выгрузка заеду я к ним на территорию буду ночевать у них на территории ну и в общем в общем то и все что хотелось вам сегодня сказать рассказать вы смотрите дальше ребят как я поеду вообще и как завтра сложится мой день в екатеринбурге или где я буду грузиться я не знаю вообще вот диспетчер ищет смотрит на завтра и чё вообще чем будем грузиться непонятно так что ребята смотрите и не переключайтесь наелся я ребята досыду элемент на карно и чель с пельменной обратили внимание что в екатеринбурге вернее в области уже лежит снег на обочинах там у нас челябинский снега пока еще нету вот и все катим до места выгрузки осталось 150 километров и и и и и и и и Так, ребят, приехал я в Сухой Лог. Это у нас улица Кунарская, я так понял. Тут вообще жесть. Какая-то проб-зона, мне Кунарскую 19 надо. Только что тут какой-то проехал в Пилас сумасшедший. Так что я думаю, тут вообще капец. Ну все, ребята, приехал я. Я наконец-таки с Богом добрался. Ужас. Трам-зона это, по ней я ехал все правильно. Но навигатор, конечно, не туда меня повел. Соответственно. Ну а я добрался, все нормально, все как бы отлично. Сейчас сказали вот здесь припарковаться до утра, до завтрашнего. Придет сторож. Если что, может меня переставить как-нибудь и все. А так как бы нормально. Ой, ужас. Ну ладно. Че, раз приехал, надо разбирать вещи, зашториваться. И заниматься делами, да? А какими делами заниматься? Какими делами занимается дальнобойщик? А вот, ребята, такими делами дальнобойщик и занимается. В свободное время. Он может читать книгу. Вот. Играть в игру, там, в планшете, телефоне. Смотреть телевизор. Вот. Играть в какую-то приставку. Я не знаю, что он еще может делать. Разгадывать кроссфорды и все такое. Поэтому, что буду делать я? Пока не знаю. В общем, ладно. Глушу мотор и все. На боковую, наверное. А, может, да. Может спать, отдыхать. В принципе, что все и делают. Ребята, всем привет. Сегодня уже у нас с утра следующего дня. Специально я включился с утра, чтобы продемонстрировать, как же у нас запустится машина с новыми аккумуляторами. Вернее, с новым одним аккумулятором. И можете видеть. Так. Включаем зажигание. 24,1. Видите, я поставил сюда вольтметр. Вот. Так, как бы он виднее было. Вот. Наверное, вы видите. Вот. Вольтметр стоит. 24,1. Вчера, когда я машину... Когда я ложился спать, было 24,2. Вот. Сейчас смотрим, как она запустится. Ну и будем уже от этого отталкиваться. Так. Включаем факельную свечу подогрев. Секунд где-то, ну, на 10. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Ну вот, ребят. Машина завелась без проблем. Вот что, значит, новые аккумуляторы. Все носит автономка и без проблем запуск. Ой, я чуть-чуть приболел, на самом деле. Так что, ребят, не обращайте внимания. Вот, ребята, меня уже начинают выгружать. Это такая вот территория. Где меня выгружают. Там боксы. Там вот он, погрузчик ездит. Вот он, видите, какой струбенью. И вытаскивает вон те мои блины, которые я привез. Вот. Уже получил деньги за перевозку. Это было у нас 9 тысяч рублей. Сейчас выгружаемся. И думаем, куда нам ехать. Вот они, блины мои. Еще раз. Вот машина шатается. Они там начинают что-то перегружать, выгружать. Ну, я там смотрел. Там все нормально. Как бы мое участие там не важно. Поэтому. Поэтому я сижу. Здесь вот на диванчике. На свое. С утра посмотрел телевизор. Посмотрел новости. Что в мире творится. Все, нас выгрузили, ребят. Сейчас запускаемся. И, наверное, пока поедем на Катю. Потому что без понятия. Есть, короче, груз Салапаевска. Или Артемовский. Короче, за сторону Режа, за Режем. Вот. Есть груз с Камышлова. Недалеко здесь. Вот. Ну, и будем смотреть, что есть в самой Кате. Вот. Поэтому пока без понятий. Вот я думаю, что взять. Или ехать туда на этот Алапаевск. Или ехать на Камышлов. Без понятий. Пока. Но время уже у нас 10 часов. И надо решать. Надо реально думать быстрее. Что да как. Ну, в общем, пока запускаемся и прогреваемся. А там будет видно. Вот, ребята, говорю я вам вчера, что снег здесь выпал. Видите? Какое снежище. Снега тут просто дофига. Вот стоит моя одна пачка. Вот. Вон она, видите? Здесь стоят слева остальные мои пачки. Вот. Поэтому. Выезжаю на Екатеринбург. Там будет видно, куда мне дальше ехать. Либо на Алапаевск. Либо с Екатеринбурга что-то будут забирать. Потому что с Камышлова, ну, слишком низкую ставку они дали. Поэтому я даже за нее туда не поеду. Поэтому. Будет принято решение какое, не знаю. Повторюсь еще, что позже вы об этом узнаете, ребята. Сами. А я пока поеду. По зимней дороге. Повторюсь еще, что хочется. Повторюсь еще, что по зиме. Повторюсь еще. Очень удачно, ребята, заправился на Газпроме. Взял 70 литров газпромовской соляры. А что-то подъехал, решил крикнуть солярку, ну и так, побыстренько, минут 5 даже, 5 минут я где-то не просидел. Все, и в 70, говорит, заберешь. Да заберу что? Ну, снимать, ребят, не стан. Такие моменты, как бы я не снимаю, да, мало ли там. А то дядя чей-то увидит, что кто-то там сдает солярку или еще что-то, сами же понимаете, зачем мне этот компромат. Ну, как бы палка двух концов, один покупает, второй сдает. Поэтому. В общем, Алапаевск отменился, еду в Катю. Будем искать что-то с Катей, я не знаю. У нас других вариантов нет. При том, что у меня соляры выше крыши. Поэтому. Еду в Катю. В общем, такая ситуация происходит, ребят. Время уже 5 часов доходит. И груз так мы и не нашли, потому что груза все мелкие. Там 2-4 тысячи рублей, да, и совместить-то как бы, ну, невозможно. То по длине не войдет, то это с этим, короче. Ну, бывают такие дни с такими вот загрузками. Поэтому я заехал на территорию стоянки. Вернее, заехал на стояночку ракеты называется. На въезде с Тюменского тракта. Вот. Стоянка. Я там на обочинке сначала стоял, ждал. Ну, в итоге решил заехать, потому что, вернее, сегодня мы явно что-то не найдем. И поэтому придется, наверное, стоять здесь до завтра. Вот. Так что, ребята, печальненько все. Печальнее, чем могло быть. Потому что я думал, сегодня я загрузусь чем-нибудь и уеду. Но никак. Артемовский заявку сняли, они убрали. Вот. Я туда не поехал. Камышло слишком дешево. С Яката самого тоже, как бы, хороших заявок. Ну, за пять рублей, ребят. Ну, это капец. Это копейки надо. Вот. За минусом еще диспетчерский. И туда, и сюда. И все. И вообще, с носа вообще-то, да, работать. Поэтому я ночую в Кате, чтобы уже, наверное, завтра загрузиться подороже, получше, наверное, и уехать. Пока даже на завтра хороших загрузок нет. Вот. Будем надеяться на лучшее. Ну, а пока вот так вот сейчас погрею маленько машину. Вот. И заглушу. Не знаю. Может, сегодня что мне найдут еще. Может быть. А может быть, уже и нет. На улице у нас 0 плюс 2. 0 минус 2, вернее. Ну, а если нет. Ну, а если нет. Прохладно. В Екатеринбурге снег. Как видите, тоже. Поэтому. Печально все. Печально, все печально. Ладно что. Будем надеяться на лучшее. Так что. Я отдыхать дальше. Готовить еду. Ну, а вы смотрите продолжение. Что будет. Как я загружусь. Или вообще загружусь ли я. Большой-большой секрет. Так что. Смотрите продолжение. Ребята, всем снова привет. Сегодня у нас утро нового дня. Только проснулся. Утро нового дня. Я пью чай с лимончиком. Вот видите. Не, не видите. Ну, ладно. В общем, короче, прислали мне заявку. Практически еще не заявку. Время 9. Дуброва. Короче, поедем грузиться в Верхнее Дуброво. И посмотрим по навигатору. Я стою у ракеты. На ракете. Оказывает 33 километра от Екатеринбурга. В общем, машина уже, в принципе, прогретая. Заводим и едем. Допиваю чай и едем. Как всегда, погнали, ребята. Приехал я, ребята, в Верхнее Дуброво. Вот видите. Это у нас Касулинский абразивный завод. Вот так вот, значит. Касулинский абразивный завод. Если помните, я уже здесь был. Вот. Вы-то, может, и не помните. Я-то здесь был. Это точно. Даже не один раз. Вот. Поэтому. Пошел оформлять пропуска. Все такое. В общем, ничего интересного на этом заводе на самом деле нет. Будем грузить абразивы. Получается 7 тонн, что ли, блин. Или 6-6, или 7 тонн. Что-то такое, в общем. И повезем все это дело в Челябинск. Капец, конечно. Ставка низкая. Ниже, чем я хотел. Но я не могу время тянуть. Потому что мне сегодня надо быть вечером уже в городе. Ах, поэтому, поэтому, ребята, скоро вы узнаете. Поэтому вот так вот. О, Господи. Ладно. Я пошел делать пропуск. Надеюсь, что меня пораньше загрузят. Я пораньше отсюда уеду. Так. Все, друзья. Я на заводе. Документов на меня пока нет. Но грузить уже будем сейчас. Вот в открытые ворота. Сейчас оттуда выйдет рохля. И будем грузить абразивный завод. Вот так вот все. Потом, как погружусь, пойду получаю документы, если будут готовы. Ну, как-то так. А еще забыл. Подошел к машине и обнаружил, что какая-то сволочь. Какая-то падла разбила мне стекло. Зеркало. Вот. Видите. Видимо, это был трактор, который выезжал, когда я спросил охранника. Когда как раз я оформлял пропуск на въезд. Он, видимо, выехал. Там узко было, где я припарковался. Ну, КАМАЗ проехал нормально. А вот этот вот, короче, ни хрена не проехал. Видимо, цепанул. Ну, ни следа, видите, ничего нету. Я сам, сколько им цеплялся, никогда у меня не задевал. Ну, не задевал, но не ломалось. А тут сломалось. Ну, короче. И все. И трактор этот, видимо, свалил. И не заметил, может, даже, что он меня задел. Конечно, обидно, печально, досадно. Ладно. Переживем мелочи жизни. Но печально. Вот два палета уже поставили. Это тонну весит. Наверное, полтонны весит. Я не знаю. В общем, остался последний вот такой же палет. Ставим назад сюда и все. Я поехал получать документы. Тут женщина. Женщина, бабушка на каре ездит. Очень интересно. Я сейчас вам покажу. Так, по развесовке, так как, я думаю, нормально по развесовке. Сейчас назад положат, она ровно выровнится и будет отлично. Да. Так бы еще чего-нибудь загрузить. Но времени, ребята, нету вообще никакого. Вот все. Кара едет. Едет кара. Можно прям вплотную к этому. Вот к тому. Не протолкнуть. Да? Конечно, ножки все сломаем. Ладно, сколько протолкнется. Сколько? Сколько протолкнется, столько протолкнется. Ладно. Буксует? Да. Пойдет. Все. Ладно. Просто поджxual. Буксует... Буксина. Какие-то? Какие-то дела? Да, все. В relaçãoс? Взеле. Кыв Kol descent. Бо всё. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... сейчас наелся все сейчас выезжаю лечу домой быстрее потому что надо успеть не 6 часов быть в городе а время 4 час а до дома 150 и плюс там пробки начнут так что как говорится погнали наехал нормально сейчас правда пробка будут толкаться но ничего страшного я уже в городе и время без 15 5 это радует какой-то смог в челябинске продажа ремонт автономок запчасти к ним ремонт скорость помни об этом звони сейчас 244 80 70 244 80 70 артём рекламирует у нас автономки о гайцы стоят молодцы на кого-то посуда не похоже непонятно это наличие наверно страховки тонировки у меня левая фара то горит то не горит блин за этой вмятины она даже ссуваться туда не хочу так окружаюсь я ребят завтра на мечел кузнечный завод получается дурацкий завод блин знал бы не согласился а я завтра даже торопиться туда не буду так что посмотрим завтра все увидим в общем ребята я тоже дома фактически завтра как выгружусь обязательно на выгрузке я вам поснимаю это дело хотя у меня уже есть один ролик с этим заводом поэтому ребят поэтому ребята давайте до завтра у меня до завтра у вас только через секунду завтра везет так что обязательно осталось совсем немного и вы узнаете как произойдет завтрашняя выгрузка у меня это надеюсь это будет очень интересное видео так что все ребят давайте смотрим смотрим заключение ребят снова привет немного позднее включение потому что я уже на стоянке в общем короче ничего я не стал снимать по выгрузке потому что выгрузка у нас была на в челябинске на завод мечел это уральская кузница снимать там категорически нельзя поэтому я все спрятал все свои короче примочки я все спрятал ну и выехал чё выехал чё там дорога снимать да ну и вот так вот короче получилось но выгрузился я быстро туда правда лучше не ездить это дурацкая вообще контора но на самом деле но сегодня с утра приехал вроде нормально быстро выгрузили так что как бы как бы на этом ребята я думаю что это видео подходит концу вот всем огромное удачи всем огромного спасибо что смотрели это видео обязательно кто не подписался на канал обязательно подпишитесь на канал вот ну и оставляйте свои комментарии пожелания предложения кому то что то если хочется кто хочет подписывайтесь вернее друзья ко мне в контакте так что задавайте вопросы буду на них отвечать кому интересно ну и вот так вот ребята я буду заниматься наверное сегодня чем-нибудь еще не знаю чем пока ну машины наверное так что еще раз всем огромной удачи и пока пока